Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю вам рассказывать о томатах, которые идеально подходят для консервирования. Вот сегодня я их разложила. У меня 21 сентября, Сибирский регион, Алтайский край. Я все еще собираю урожай. Борьба с урожаем у меня прям в полном смысле слова. Урожай, как всегда, меня поборол. Я не могу с ним справиться. Так, какие томаты идеально подходят для консервирования? В двух словах, перед этим я уже говорила, лучше мелкоплодные. Они лучше держат форму наличия толстой шкурки, чтобы они были плотненькие, повышенное содержание сухих веществ, и чтобы сами плоды были не переспевшие. Я рассказывала про номер 692 сливка бендрика. Сливка бендрика красная, сливка бендрика желтая. Идеально для консервирования, но это классика. Потом рассказывала о русских колоколах, 35 номер, который я выращиваю в двух вариантах. И для раннего урожая, потому что он раннеспелый и очень вкусный. И для зимнего хранения, то есть высаживаю попозже. Тоже идеальный. Для меня это тоже уже классический томат для хранения и консервирования. Кружат дрозофилы вокруг нас. Непривычный сорт, который не классический, конечно, для консервирования. Рассказывала про сорт морские колокола 838. Я рассказала вам, что он не обычный консервный сорт. Нигде не указывается, что он именно для консервирования. Но по всем признакам он подходит к этому классу. То есть у него толстая шкурка, у него плотная мякоть, у него небольшой вес. И они такие прям плотненькие, тяжеленькие. Наверное, и храниться будут хорошо. И еще один сорт, который будет для вас, возможно, непривычен для использования в консервировании. Это вот гофрированные томатики. Хочу сейчас вам рассказать о сорте полосатая пещера. Конечно, он не для консервирования специально. Нигде не написано, что это специально консервный сорт. Нет. Потому что первые плоды, не осенью, а именно в разгаре лета, у него бывают большие. Большие, и они целиком даже в банку не влезут. У меня и сейчас еще есть большие вот такие вот. Но поздние, вот самые последние плоды, которые я сейчас снимаю, они такие вот прям в баночку. У них такой хороший размер. У них такая хорошая, как бы, вот эти бачата или кастрюльки, как я их... Вот именно для консервации. Так, прочитаем, что о них говорится. Ой! Вот они что-то не хотят никак. Так, 537 номер, полосатая пещера. Индетерминатные, среднеспелые для теплицы открытого грунта. Плоды квадратные, красные, с золотым узором, вес 150. Значит, по весу они нам идеально подходят. Потому что мелкоплодные считаются. Это вот от 50 грамм и до 150. 200 грамм считаются уже крупноплодные. Вот здесь специально кверху вниз, ой, кверху попкой поставила, чтобы показать вам. Вот эта вот зеленая попка, которая остается у некоторых томатов навсегда, у полосатой пещеры она вызревает полностью. Она вызревает полностью. Я вот два специально поставила, такой и такой. Сначала она вот такая. Это просто вам сигнал, что рано еще рвать. Потом она вся вызреет и будет полностью красная. Так что это не специфика сурта. Это не присуще для полосатой пещеры. Вся вызревает полностью. Вот видите, какая. Плоды действительно квадратные. Они не то, что квадратные, они какие-то есть квадратные. Есть даже трехугольные. Смотрите, вот такая уродилась полосатая пещера. Вот прям как перец болгарский. Эти кастрюльки, эти кубышки, их очень удобно фаршировать. А все сорта, еще раз повторю, которые у нас для фаршировки, они идеально подходят и для консервирования. Это значит, что у них очень плотная шкурка. Это значит, что они держат форму. Они, значит, тверденькие такие. Вот такие они и есть. Вот я разрезала одну полосатую пещеру. И здесь мы видим, что как у всех сортов, которые предназначены для фаршировки, вот эти вот гофрированные бачата, у них немножко вот здесь вот как бы для легкости выемки вот этой вот средины немножко отходят вот эти вот группы семенные от этих стенок. Но ничего страшного. В консервации они все равно никуда не денутся, потому что вот эта вот стенка остальная, она очень плотная. Очень толстая шкурка, очень плотная стенка. И когда они пропитаются вот этим нашим вкуснейшим маринадом, рассолом, все будет прекрасно. Вот эта вот полосатая пещера, она будет вся целиком в баночке. Сейчас еще попробую на вкус. И все, самое главное, я сказала, что хотела сказать. Так, я на вкус ее попробовала. И могу вам сказать, что шкурка вообще почти не жующаяся. Это именно то, что является недостатком, если мы в салат порежем, и то, что является огромным достоинством, если мы будем консервировать, фаршировать, запекать, что-то еще там с ними делать. Короче, вот так. Вкус обычный, традиционный. Кислинка присутствует явно. И тут мы должны понимать, что все томаты у нас все-таки, у каждого томата какое-то свое предназначение. Есть, конечно, они и туда, и сюда подходят. Но вот такие фаршировочные сорта, которые именно выводят для того, чтобы удобно было пофаршировать, например, запечь, как-то что-то с ними сделать, мы реже применяем для салата, а больше применяем вот для таких, для приготовления каких-то блюд. Все, до свидания. Это я познакомила вас с сортом «Полосатая пещера» номер 537. Интересный сорт. Сорт такой, как бы, своеобразный. Конечно, при обилии различных сортов крупноплодных на салат я его не применяю. Ну вот, зафаршировать, попечь или добавить в консервацию к каким-то ярким желтым сортам вот такого полосатика, это всегда, пожалуйста, в этом он идеален. Все. Продолжение следует...